Привет, давненько не виделись, кто про что, а я опять про ретро игры, и сегодня я принес вам еще несколько игр с трехмерной графикой на приставке Sega. Удивительно, но игр с 3D на Sega оказалось больше, чем я думал, в некоторые из них я играл в детстве, они попадались довольно часто, о некоторых вы рассказали в комментариях к предыдущему ролику, за что вам большое спасибо. Все эти игры объединяет то, что на оригинальном железе они шли с заметными тормозами, и это было заметно даже в детстве, даже несмотря на тот восторг от того, что созерцаешь трехмерную графику на приставке Sega. Сегодня я хочу также поиграть в них на эмуляторе с оригинальной тактовой частотой и на эмуляторе с процессором, разогнанным до 100 МГц, чтобы посмотреть, что было бы, как бы выглядели эти игры, если бы в свое время Sega обладала мощным процессором с тактовой частотой 100 МГц. Первая игра это Bloodshot или Battle Frenzy, под разными названиями она выпускалась в разных регионах, это редкий представитель жанра шутера от первого лица на приставке Sega, это трехмерный шутер от первого лица, здесь нужно ходить по лабиринтам, убивать врагов, собирать ключи, добраться в центре лабиринта до реактора, взорвать его и вернуться назад. В детстве у меня был картридж с этой игрой, я играл в нее довольно много, но дальше третьего уровня так и не прошел, а потом периодически возвращался в нее, чтобы просто поисследовать этот лабиринт, походить по нему и посмотреть на трехмерную графику диковинную, которая редкая была, редкая гостья была на Sega. Также это единственная трехмерная игра, которую я знаю на Sega, у которой был режим для двух игроков с разделением экрана. Игра выглядит очень красиво, но к сожалению игровой процесс омрачало то, что я в детстве не знал как это сформулировать, но сейчас назовем это мудацкий геймдизайн, потому что вот это вот сначала дойти, пройти через весь лабиринт с большим трудом, а потом еще взорвать этот реактор и за ограниченное время вернуться назад, когда тебя подгоняет вот эта музыка, мигает свет, и при этом на полу еще находятся мины, которые тебя могут добить, потому что ты после схватки с боссом еле живой возвращаешься, не замечаешь эту мину, которую пропустил, причем обезвредить их, насколько я помню, вообще было нельзя. И в самый последний момент, перед самой дверью, ты подрываешься на этой мини, и игра заканчивается. Или ты завернул не в тот рукав, и все, пропустил все время, и тоже гейм овер. Такое было еще в некоторых играх, навскидку я могу вспомнить Golga 13, у меня про нее есть ролик, если интересно, можете посмотреть. Я не любил игры, которые заставляли по таймеру что-то делать, а это, к сожалению, тогда было очень частым явлением. Если запустить бладшот на эмуляторе с процессором 100 МГц, то игра работает, можно сказать, идеально. Удивительно, но она никак не ускоряется, а все перемещение и движение, стрельба, даже анимации врагов как будто бы стали плавнее. И вот сейчас в эту игру играть действительно приятно. Я даже прошел, даже убил вот эту гигантскую башку, которая была в конце третьего уровня, потому что я могу как-то маневрировать, могу как-то нормально поворачиваться, видеть где враги, и все работает быстро. И эта игра прям приятно удивила, когда ее запускаешь с ускорением. Она, видимо, была сделана так, что ускоренный процессор идет ей на пользу. Следующая игра F22 Interceptor, и она работает тоже вполне себе сносно на оригинальном железе. Я запускал кампанию, и в кампании есть несколько эпизодов, практически очень короткие схватки с разными врагами, то есть здесь не сделан большой открытый мир. Здесь можно просто эпизодически расстреливать врагов, и все это перемежается красивыми трехмерными вставками, где самолет перелетает от одной точки до другой. По сути, это такой небольшой набор мини-игр. Но, тем не менее, играть довольно интересно, за счет того, что здесь довольно ограниченное пространство, которое нужно просчитывать. Игра работает прилично, мне понравилось, как она работает, и понравилась скорость, с которой она играет. На эмуляторе с частотой 100 МГц игра идет еще лучше. Трехмерные вставки работают быстро и плавно, целится удобно, поворачивается камера быстро. В общем, ускорение этой игре тоже идет на пользу. Здесь также можно переключать виды камеры, но их не очень много, всего три. Это два вида от первого лица в кабине и за пределами кабины, и вид сзади самолета, который, похоже, выглядит, как будто он спрайтовый какой-то. Следующая игра F-117 Night Storm. В детстве мне всего один раз попадалась эта игра, картридж у меня был там буквально один день. Я в этой игре так и не разобрался, ничего не понял, что надо делать, и особо каких-то таких впечатлений ярких она в детстве не оставила, потому что я просто не понял, как играть. Если запускать игру на оригинальной тактовой частоте, то фпс хоть и низкий, но играть все равно вполне себе можно. И сейчас, когда с игрой более или менее разобрался, это довольно-таки интересная игра, потому что F-117 это бомбардировщик, и здесь есть миссии, где можно сбрасывать бомбы, есть миссии, где можно уничтожать вражеские истребители. Есть богатый набор видов камеры, можно включать камеру, которая следит за ракетой, можно включать камеру, которая расположена под днищем самолета, чтобы смотреть, как из него падает бомба. Можно переключать режимы отображения камеры, инфракрасный прибор ночного видения с зеленой подсветкой, телевизионный серый, как в миссии Call of Duty, где нужно с самолета расстреливать врагов, там вот этот вот визор серого цвета. Ну и в целом игра довольно интересная, миссии можно проходить, можно получать от нее удовольствие. FPS на оригинальной тактовой частоте низкий, но это не делает игру неиграбельной, в целом в нее можно вполне себе поиграть. Если игру запускать на разогнанном эмуляторе, то это идет игре тоже на пользу, FPS становится больше, трехмерная картинка плавнее и играть становится приятнее. При этом нету какого-то безумного ускорения врагов, нету каких-то процессов, которые начинают идти намного быстрее. И в целом я бы рекомендовал играть в эту игру с ускорением. Она раскрывается, можно сказать, когда играешь в нее на тактовой частоте 100 МГц. Следующая игра Hard Driven, это гонки. Я не понял, если честно, смысл этих гонок. Здесь есть какая-то трасса, на которой нужно выполнять какие-то трюки, при этом вокруг ездят машины и встречный трафик, и попутный трафик. И при этом они все пытаются в нас врезаться. Играть довольно сложно, даже на оригинальной скорости игры. При этом заметны тормоза, игра идет очень плохо, FPS очень низкий. И в целом игра какого-то такого удовольствия не приносит. Как концепт трехмерных гонок она выглядит интересно, потому что здесь есть такая довольно-таки богатая для тех времен геометрия. Тут есть какие-то мосты, есть разные возвышенности, машинка на них заезжает. Но как-то все-таки поиграть в нее и нормально получить удовольствие я не смог. Мне эта игра в детстве не попадалась, я поиграл в нее только сейчас, но в целом она не производит какого-то благоприятного впечатления. Если запустить ее на разогнанном эмуляторе, то игра Hard Driven превращается в игру Hard Управление. Потому что здесь ускоряются все процессы просто в десятки раз. Машины, другие машины на трассе начинают просто летать как камикадзе, врезаться в тебя, уничтожать просто через секунду, как ты появился на трассе. Если машину занесло, то ее продолжает заносить и экран игры просто крутится во все стороны, ничего хорошего из этого не получается. Если удается машину выровнять и ехать с какой-то черепашьей скоростью, то опять же другие машины ее полностью уничтожают. И играть на такой скорости в эту игру, к сожалению, абсолютно невозможно. Да и на оригинальной скорости я бы не сказал, что очень весело в нее играть. Следующая игра M1 Battle Tank. Здесь заставка выглядит уже многообещающе, потому что проезжает по мосту трехмерный танк, он направляет в нас свое дуло, пытается выстрелить там или напугать. И в игре очень много режимов, очень много каких-то миссий. Я пробовал запускать разные кампании. Игра на оригинальном железе тормозит просто безбожно, просто начиная с заставки, которая идет, не знаю, с частотой 1 фпс и заканчивая тем, что внутри самой игры тоже ощущаются значительные тормоза. Но при этом играть в нее, если не весело, то довольно интересно, потому что здесь такой специфический геймплей. Здесь нужно переключаться между разными постами внутри танка, между разными членами экипажа, быть то стрелком, то водителем. И при этом управление у танка довольно странное. Оно больше похоже на управление в оригинальной элите, где нужно было задавать скорости вращения по тем или иным осям. Чтобы ехать, нужно переключиться на управление танком, задать ему направление, и если нужно повернуть, мы, например, нажали поворачивать в сторону, то он и продолжит поворачивать. Как будто бы он просто передает тяги на гусеницы, и при этом танк будет крутиться на месте, если мы не скорректируем его положение. Также, если мы один раз включили двигатель, он просто будет двигать танк вперед, и он не остановится, пока мы не нажмем назад, для того, чтобы остановить двигатель. Здесь управление такое, и к нему нужно привыкать, и это делает игру странной. Также, чтобы стрелять, нужно переключиться на стрелка, при этом, если танк это время едет, то он будет продолжать ехать, и на его движение из кабины стрелка мы никак не сможем повлиять. При этом управление башней, оно точно такое же, что нужно задать ей сначала направление, оно какое-то время поедет в этом направлении, потом нужно задать направление в противоположную сторону, чтобы башня остановилась. Здесь целиться при этом не очень удобно, опять же повторюсь, в этом есть какой-то своеобразный интерес, при этом ландшафт здесь довольно хорошо проработан, насколько это возможно для такой игры, потому что если заехать на гору, то танк физически заедет на гору, изменится у него угол обзора, он повернется относительно всех целей. В общем, довольно забавно, но сейчас играть сложно, и сейчас довольно сложно от этой игры так же, как и от предыдущих, получать какое-то удовольствие, нужно поймать вот это состояние, когда хочется какого-то странного геймплея. Также здесь есть разные режимы отображения, здесь есть прибор ночного видения, можно переключать приближение камеры, чтобы лучше и удобнее было целиться, но все равно пока разбираешься с этим управлением, пока пытаешься как-то прицелиться на вражеский танк, у тебя уже случается пробитие. Ускорение игре, к сожалению, на пользу не идет, потому что ускоряются все процессы, заставка моментально, можно сказать, пролетает, танк, конечно, едет быстро, но быстро, неестественно быстро. И сама игра внутри такого танка, она похожа на то, когда первый раз сел играть в Quake против про-игрока, в тебя все время что-то прилетает, что-то бах-бах-бах, и ты умер, и ты даже не понимаешь, откуда это произошло, потому что враги здесь очень быстрые, и они знают, где ты находишься, и они просто приезжают и начинают тебя расстреливать. У танка много ХП, у него постепенно уничтожаются разные его элементы, там заклинивает разные двигатели, может отказать башня, и нужно уже доворотом самого танка пытаться как-то целиться. На оригинальной скорости это происходит довольно медленно, можно увидеть, откуда в тебя стреляют, и как-то среагировать. На ускоренной скорости уже, к сожалению, реагировать поздно, потому что патроны и снаряды в танк летят десятками, и ХП у него убывает очень быстро, агрегаты отказывают, и танк взрывается, наступает гейм-овер. Следующая игра это MiG-29 Fighter Pilot, и в детстве я играл в нее какое-то умопомрачительное количество часов, я досконально разобрался, как взлетать, как садить самолет, как выполнять миссии, проходил ее неоднократно, и даже когда проходил, просто летал, чтобы наслаждаться вот этим вот ощущением полета, ощущением 3D. И тогда на вот этой вот оригинальной скорости игра шла прямо с заметными тормозами, то есть нужно было прямо напрягать воображение, чтобы представлять себе, что ты летишь на истребителе, и сейчас я не без удовольствия запустил ее на ускоренном процессоре до 100 МГц. И игра работает, если не идеально, то намного быстрее, и в целом ощущается приятнее. Также остальные процессы в игре не ускоряются, ускоряется только самолет. Вот, единственное, что если подняться на какую-то большую высоту и посмотреть на окружающий мир, где нужно много рендерить пространство, немножко начинает заикаться звук, но в целом игра продолжает все равно работать быстро. Я не знаю, с чем это связано, возможно, с тем, что в МИГ-29 один из самых богатых открытых миров на Сеги, наверное, который я видел, потому что здесь очень много деталей, здесь есть реки, есть какие-то постройки, некоторые из них трехмерные, есть горы, которые выглядят как пирамиды. И в детстве мне казалось, что действие игры происходит в Египте. В общем, этой игре тоже ускорение идет на пользу. У меня есть целый ролик про то, где я рассказываю, насколько это замечательная игра, и делюсь своими впечатлениями из детства о ней. Если интересно, то здесь будет подсказка, можете посмотреть. В общем, я рекомендую в эту игру играть также на ускорении, она от этого раскрывается и прям преображается. И следующая игра — это Zero Tolerance. Легендарная, без преувеличения, игра. Единственный, наверное, полноценный 3D-экшен на Сеги. И еще какой, в нем очень много уровней, в нем прекрасный левел-дизайн, в нем интересно исследовать этот мир. Игра красивая. Единственное, что омрачало все, это то, что игра шла в маленьком окошке, но зато она шла без каких-то заметных тормозов. И в целом, со временем, когда начинал играть, то, что даже эта маленькая окошка, как-то не обращал на это внимания, потому что игра, она прям захватывала внимание. И когда я в эту игру играл, я в детстве, наверное, первый раз задумался. В школе рассказывали на информатике, что есть там тактовая частота у процессора, что есть быстрые компьютеры, есть медленные компьютеры. И вот, наверное, это игра, которая первый раз меня заставила задуматься о том, эх, а вот если бы было железо побыстрее, если бы можно было как-то ускорить этот процесс. Потому что тормоза все равно какие-то появлялись в игре, и все равно это как-то ощущалось, что она идет покадрово, как-то немножко дискретно, немножко дергана. И всегда хотелось, чтобы она работала как-то побыстрее. И если запустить ее сейчас на процессоре 100 МГц, то игра преображается так, что я даже своим глазам не поверил, ребята. Это просто, во-первых, картинка расширяется на весь экран, потому что, ну вы посмотрите на это, теперь уже не маленькая окошечка, а процессору хватает мощности, чтобы просчитывать полностью все изображение. Также, видимо, из-за того, я особо в этом не разбираюсь, но, видимо, из-за того, что у процессора достаточно мощности, он теперь может обрабатывать прерывание мыши. И появился в игре нормальный, нормальное управление мышью, прикиньте, то есть раньше вот то, о чем мечтали, и теперь все это работает так, как нужно. Даже, ничего себе, даже какой-то свет начал просчитываться в игре. Вот разработчики по-настоящему, они думали наперед все эти функции, но им просто не хватало тактовой частоты процессора на оригинальном железе, чтобы раскрыться. Итак, игровой процесс Zero Tolerance мне помнится из детства, то есть через призму вот этого вот восторга детского я вспоминаю, как игра, мне она помнится вот такой, и это просто потрясающе, это замечательно. Какие можно сделать выводы? Лучше всего на эмуляторе с ускоренным процессором работает Zero Tolerance, это однозначно, потому что это совершенно другая игра, то есть это как небо и земля. Ну вы сами видели картинку на оригинальном железе и на разогнанном эмуляторе, это просто две разные игры. Второе, наверное, это Bloodshot, потому что он работает практически идеально, то есть если вот играть в Bloodshot, то поиграйте на процессоре с ускорением 100 МГц, потому что вы нормально в нее сможете поиграть, нормально как-то двигаться в игре, нормально целиться. Следом, наверное, идут вместе F117 и F22, потому что они, ну они плюс-минус одинаково работают. Потом идет MiG-29, из-за того, что заикается звук, не самая удачная идея его вот таким вот образом ускорять, возможно, нужно чистоту сделать поменьше или как-то попробовать привыкнуть к тому, что игра идет с такими небольшими тормозами. И на последнем месте разместились Hard Driven и Battle Tank, потому что в них играть абсолютно невозможно. Такие сегодня игры, пишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях, что вы об этом всем думаете. Если в детстве вам какие-то трехмерные игры на Sega попадались, то, пожалуйста, напишите, интересно очень почитать. Ну и обязательно подписывайтесь на канал, если вам понравился ролик. А на этом у меня на сегодня все, до новых, я надеюсь, скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok